Каждое заседание оперативного штаба – это принятие конкретных решений по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Вот и 31 марта временно исполняющая обязанности главы Чувашия обозначила ряд ключевых задач для профильных ведомств. Растет количество наблюдающихся, ужесточены карантинные меры, а это значит, режим работы становится для многих специалистов круглосуточным. При оперативном штабе создана рабочая группа, в нее вошли 13 человек. Они будут оперативно реагировать на все сообщения и координировать действия служб. Министр здравоохранения напомнил, что во всех муниципалитетах работают мобильные бригады, в составе которых есть врачи, эпидемиологи, полицейские. На сегодня, на 31 марта, вручено 1362 постановление Роспотребнадзора ввода необходимости изоляции. Значит, по данным управления Министерства внутренних дел выявлено 7 фактов нарушения режима изоляции. Трое человек принудительно изолированы. Всего проведено 1320 исследований на коронавирусную инфекцию. Дистанционно выдано более 300 лесков нетрудоспособности. Сегодня будет произведен выезд, чтобы посмотреть готовность нашего обсерватора, который будет расположен на территории и на базе Алого паруса, санатория Лесная сказка. В четверг уже будет подписано и проплачено по поводу масок. 326 тысяч масок по линии Минпромторг России поставлены. Далее, значит, подтверждено вчера буквально, что будет, опять-таки, по линии Минпромторга при взаимодействии Минздрава России закуплено еще дополнительно 94 аппарата искусственной вентиляции легких. Конечно, в такой непростой обстановке важно не упустить ни одного момента. Лаборатории работают с двойной нагрузкой. Нужны специалисты, оборудование, тесты. Прям в кратчайшие сроки, это в часах должно как бы считаться. Вопрос подготовки специалистов с тем, чтобы они начали лабораторные исследования, первое. Второе. Значит, мы уже можем закупать без аукционов, это такие вещи, отработать потребность масок. То есть, вот сказали, тысячи пачек, да, там, вернее, тысяча масок это в пачке, они не делятся. И давайте, исходя из вот такой нормы упаковки, надо отработать по предприятиям потребительского рынка, какая потребность им нужна с тем, чтобы оперативно сформировать соответствующую, скажем, соответствующую заявку и оперативно распределить по ним. Потому что достаточно много обращений, в том числе по поводу того, что продавцы работают без масок. То есть, да, в перчатках, но без масок. Особый контроль за предприятиями вне зависимости от их форм собственности. Все должны уйти на карантин. Время сомнений кончилось. Пока мы с вами, кажется, для себя честно не ответим на вопрос, что здоровье людей, близких наших, зависит от степени ответственности нашей в первую очередь, конечно, это всегда будет создавать дополнительные моменты риска. И здесь, конечно, хочется призвать и обратиться сейчас с вашей помощью к жителям Чувашской республики. Будьте бдительны. Необходимо беречь своих близких. И когда вы принимаете решение нарушить в чем-то рекомендации, которые сегодня приняты на уровне правительства страны, на уровне президента страны, руководителя нашего региона, вы не забывайте, что здесь в этот момент вы подставляете и вводите в зону риска тех близких, которые в любой момент могут отказаться в сложной ситуации. Автобусы и поезда по-прежнему приводят в столицу Чувашии наших земляков из зон повышенного риска. Власти республики очень надеются на их чувство ответственности. И есть человеческое отношение. Ну, побудьте дома. Вот вы приехали на территорию Чувашии, вы выжидите этот момент, вот эти 14 дней. Постарайтесь не провоцировать тех, кто рядом, чтобы люди, которые рядом с вами, не стали заложниками. Да, эти меры, на первый взгляд, вызывают чувство неприятия. Ну, конечно, хочется выйти на свежий воздух, потому что хорошая погода. Конечно же, как вы задавали вопрос, хочется выйти с ребенком на детскую площадку, и вроде бы, ну что, это же свежий воздух. Но вот здесь надо помнить, что коронавирус, он живет достаточно долго и на игровых формах, если он есть, установленных на детских площадках. Да, они обрабатываются, но риск существует. Безусловно, расстояние между людьми должно составлять минимум полтора-два метра. Да, даже в процессе общения. Вот если лучше перетерпеть вот эту неделю, которая создана с единственной целью – минимизировать общение между людьми.